На работе Сергея Базилева Тирдеса в ружье стрелка буквально целится в зрителя, создавая ощущение настоящей угрозы. В этом и задача заставить поверить, что нарисованное вполне реально. Эта картина представлена на выставке «Гиперреализм, когда реальность становится иллюзией». На ней собраны работы советских художников, которые работали в этом направлении. Особенность течения авторы пишут картиной не с натуры, а с фотографией. Это не простая калька. Авторы намеренно делают работы преувеличенно реалистичными. Организаторы говорят, выставка особо актуальна во времена соцсетей и второй реальности, в которой сейчас мы живем одновременно с первой. Художники, представленные на выставке, предвосхитили это. И такую же вторую реальность создают картины на выставке, убеждая зрителей, что изображенное на них существует на самом деле. В экспозиции представлены знаковые работы и ключевые художники Советского Союза, которые работали в этом направлении. Картины, слайды, мультфильмы предоставлены Третьяковской галереи, филиал которой скоро откроется в Самаре. Диалог, попытка диалога с той художественной средой, которая у нас сейчас есть. Это молодые живописцы, это старая школа. Мы хотели показать, что Третьяковская галерея – это не только известные всем работы русского классического искусства, это и огромная коллекция искусства 20 века, позднесоветского искусства, современного искусства. Зрители говорят, экспозиция одновременно и пробуждает ностальгию по советским временам и одновременно пугает. Этого эффекта в том числе и добивались художники. Я смотрю параллельно сериал «Чернобыль» и очень как бы перекликается, ну потому что плюс-минус годы одни и те же, немножко жутковато. Мне кажется, что несмотря на то, что они реалистичные, они несут глубокие психологические аспекты. Проверить свое ощущение реальности можно будет до 4 ноября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Спасибо. Продолжение следует...